Губернаторов и президентов в регионах быть не должно. Должности переименуют в России, и в Кировской области в частности обсуждают новый законопроект, в чем его суть. Об этом я не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите Давича. Меня зовут Надежда Ведерникова. Здравствуйте. В России рекорд по госпитализациям за сутки. В Кировской области по заболевшим. Свежие данные от Оперштаба. Стоит ли россиянам дать больше возможностей при самообороне? Страна обсуждает нашумевший законопроект. Как не угодить за решетку, спасая семью? Из Кирова летом можно будет улететь в Анапу прямым рейсом. В воздушную гавань областного центра возвращается известный авиаперевозчик. Полмиллиона согрели бы душу и тело в трудный момент. Россияне рассказали о своих желаемых накоплениях на черный день. В России резко выросло число госпитализаций больных с ковидом. Если накануне был спад с 17 тысяч, это число упало до 10 тысяч, то уже сегодня Оперштаб отчитался от 20 тысяч госпитализированных за сутки. Это на 86% больше по сравнению с 7 февраля. В Кировской области опять антирекорд. За сутки в регионе выявили почти 1700 новых заболевших коронавирусом. Два человека от болезни скончались. На данный момент от коронавируса в области лечатся более 40 тысяч человек. Из них около 4 тысяч находятся в больницах. 188 пациентов в отделении реанимации, 27 на аппаратах ИВЛ. За сутки жители области больше 10 тысяч раз вызывали скорую помощь. Кировская область С претензиями пишут жители Кирова, Кировочепецка, а также Вятскополянского, Котельнического и Яранского районов. При этом областной центр лидирует с большим отрывом. Из всех жалоб, которые фиксирует Центр управления регионом, 60% написаны жителями Кирова. Это объясняется в первую очередь численностью населения. Больше людей – больше недовольных. С годами люди чаще пишут жалобы в интернете. Это связано с тем, что власти начали отвечать на посты и комментарии. Люди видят, что на замечаниях в социальных сетях, на какие-то рассказы есть реакция. И поэтому возникает вера к этому инструменту. И люди больше просто этим пользуются. Нарекания чаще всего касаются благоустройства – 938 жалоб. Также люди недовольны транспортом – 481 жалоба. Также в лидерах недовольства сфера ЖКХ – 375 жалоб. И медицинское обслуживание, здравоохранение – 361 жалоба. Также соцобслуживание – 139 упоминаний. Часто сетования на ту или иную сферу имеют сезонный характер, отмечают в ЦУРе. В зависимости от времени года, естественно, и жалобы специфичны. Если это мы сейчас говорим зимой, если январь 2022 года, он в принципе в большинстве своем был по жалобам так же, как и 2021 год. Это связано с выпадением снега, с уборкой дорог, с уборкой придомовых территорий. В январе прошлого года много писали о мусорном коллапсе. В этом году были недовольны общественным транспортом, а осенью жаловались на работу светофоров. А еще кировчане жалуются на проблемы с освещением. Каждый второй фонарь на набережной Грина и в Александровском саду не работает. Об этом сообщают активисты Общероссийского народного фронта. Проблемы были еще в ноябре прошлого года. Тогда, после жалоб кировчан, лампы заменили сотрудники администрации. Общественники провели очередную проверку и убедились – света опять нет. Самой темной оказалась набережная Грина. Там не горят более 30 фонарей. Темно у Вечного огня, сразу семь ламп не работают у шахматного домика. Также нет освещения у моста, у детской площадки, рядом с Феодоровской церковью. Темно и в Кочуровском парке. Там не горят около 10 фонарей. Активисты ОНФ направили повторное обращение в администрацию города. Мы проверили все парки, скверы нашего города, на которые поступали жалобы. И выяснилось, что проблемы, к сожалению, решены далеко не везде. Хотя осенью прошлого года мы уже сигнализировали администрацию города о наличии таких проблем. В частности, на набережной Грина до сих пор не работают более 30 фонарей. Поэтому мы провели повторный мониторинг, результаты которого вновь отправили в администрацию города Кирова. И надеемся на их своевременную реакцию. Россия нам хотят разрешить любые способы защиты своей жизни и жизни их родных и близких. Несколько депутатов Госдумы подготовили законопроект на эту тему. Новый документ, по сути, касается превышения уровня допустимой самообороны. Например, в случае защиты от злоумышленников, пробравшихся в дом. Если рассматривать текущую статистику, то только за первое полугодие 2021 года за убийство в результате самообороны были осуждены 132 человека. Впрочем, не все эксперты согласны с тем, что людям, как говорят в таких случаях, нужно развязать руки. Ульяна Издакова решила разобраться в теме глубже. Ульяна, я читала, что такие нормы называют доктриной крепости. Почему? Да, так и есть. Название строится на принципе «мой дом», «моя крепость», и все мы знаем его с детства. По такому же принципу действуют и авторы инициативы. С их слов, зачастую преступники, взламывая квартиры или дома, не ограничиваются одними грабежами. Такие истории часто заканчиваются убийствами, насилиями и даже похищениями людей. Сейчас применение самообороны в России регулируется статьей 37 Уголовного кодекса «Необходимая самооборона». Она делит покушение на жизнь и имущество на два вида. Первое, когда это сопряжено с насилием, опасным для жизни того, кому приходится защищаться. Второе, когда угрозы насилия нет. Если человек в момент защиты превысит самооборону, то ему грозит уголовная ответственность. То есть обороняющемуся нужно постоянно держать в голове мысль о том, что его и самого могут посадить за защиту собственной жизни. Поправки в закон исключат такую вероятность. Такая норма действует во многих развитых странах мира. И человек, который защищает себя, свое жилище, своих родственников, то есть он обороняется, он должен понимать, что те действия, которые совершаются злоумышленникам, они сопряжены с угрозой жизни, здоровью, с насилием. И он не должен думать о последствиях. К мнению депутатов, кстати, присоединились и некоторые эксперты. Среди них председатель общества, общественной организации «Право на оружие». Вячеслав Ванеев, кстати, в разговоре со мной, он сказал, что изменение этих норм назревало давно. Убрать ограничения из закона о самообороне эксперт, с его слов, предлагал еще 8 лет назад. А законопроект, который обсуждают сейчас, это, по сути, тот же документ 2014 года, но немного переработанный. Наше общество с каждым днем становится более и более опасным. И наш человек не чувствует себя защищенным ни дома, ни на улице, ни, кстати, в организациях, призванных нас защищать. Поэтому надо делать хотя бы островки безопасности, как на автодорогах, в виде наших квартир. Мнение эксперта понятно, но я так понимаю, что есть и те, кто против поправок. Да, из такие я сегодня пообщалась с судебным представителем Василием Воробьевым. Он оказался по другую сторону баррикад. Он считает, что рамки закона о самообороне нужно расширять, но совсем снимать ограничения категорически нельзя. Отсутствие ограничений в законе развяжет россиянам руки. Такая безнаказанность может привести к злоупотреблениям со стороны обороняющихся, уверен эксперт. Также есть вероятность того, что люди под предлогом самообороны будут намеренно причинять вред другим, зная, что им ничего за это не будет. Защита может проявляться в чем угодно, она может быть каким-то общественно опасным способом. Возможно, действительно, применение газа. Человек захочет, откроет газ, взорвет квартиру и будет это все подводить под самооборону, что тоже, конечно, нельзя допустить. Ну и в конце нашей беседы юрист дал прогноз, он считает, что законопроект не примут. Ну, во всяком случае, в том виде, в котором его сейчас отправили как раз депутаты в правительство и Верховный суд для получения отзыва. Мы будем следить за этой историей. Спасибо, Ульяна, но мы продолжаем. Полицейские нашли десятки нарушений при продаже алкоголя в Кировской области. Говорят, отреагировали на жалобы жителей региона. Всего за январь этого года удалось пресечь 70 нарушений в сфере продажи алкогольных напитков. В основном это продажа алкоголя в ночные часы и торговля без необходимых документов. Всех, кто нарушил закон, оштрафуют. Так на днях сотрудники правопорядка наведались в придорожное кафе на трассе Киров-Котельнич. Там продавали спиртное без лицензии. Продукция была без акцизных марок. Ее изъяли. Такие же правонарушения пресечены в Юрьянском районе. В одном из торговых павильонов предприниматель осуществлял продажу вина, водки, пива без документов, без специальных марок. И в запрещенное время алкогольная продукция, находящаяся в незаконном обороте, изъята. Субтитры создавал DimaTorzok В этом случае вам нужно будет определиться с брокером, либо банком, где вы хотите это сделать. Открыть банковский счет, либо брокерский счет, внести денежные средства. И после этого нужно будет определиться к определенным компаниям. То есть это может быть банковский сектор, нефтегазовый сектор, металлургический сектор. У нас достаточно развит именно промышленный сектор в данном направлении. Плюс в последнее время тенденция такая, что многие компании делятся вот именно этой прибылью в виде дивидендов. То есть вы на ежегодной основе постоянно получаете какие-то пассивные доходы. А вы когда-нибудь задумывались, сколько вам нужно денег, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне? 29% россиян, по данным опроса одного из банков, считают, что полмиллиона достаточно. Об этом пишет РБК. Финансовая подушка безопасности в 100 тысяч рублей оптимальна для 22% опрошенных. Столько же россиян назвали сумму в миллион рублей. 18% нуждаются в поддержке в виде банковского счета на более чем 3 миллиона рублей. Самые большие суммы при этом озвучили жители Москвы. Кировчане в своих финансовых аппетитах гораздо скромнее. Это показал наш опрос. Давайте послушаем, о какой денежной подушке безопасности мечтают жители областного центра. 1080. Месяц. 120 тысяч. Ну, я думаю, если как бы купить то, что хочется, ну не всегда, но в среднем где-то 1030. Ну, миллион. Миллион? На счету, да. Что бы хватало на фрукты детям, на лекарства, наверное, так. У меня нет таких запросов. В Кировской области больше не будет губернатора. Должность хотят переименовать в главу региона. Это предусмотрено поправками в Устав области, которые в феврале будут рассматривать депутаты ЗАГС Собрания, пишут Бизнес Новости. Поправками также будет снят запрет на избрание глав региона в более двух сроков подряд. Кроме того, губернатор получит право объявлять выговоры главам муниципальных образований или главам администрации. Также предлагается всех депутатов УЗС считать работающими на госдолжностях, независимо от того, получают они зарплату за свою деятельность или нет. В дальнейшем будут еще достаточно серьезные изменения, в том числе отмены двух сроков подряд. Достаточно сильные изменения в муниципальном системе управления. Поэтому то, что сейчас будет предлагаться, это такая малая толика того, что на самом деле будет предполагаться с точки зрения некой единой системы публичной власти. Из Кирова летом можно будет улететь в Анапу прямым рейсом, а в России заговорили о резком росте стоимости путевок на зарубежные курорты. О перспективах туристического сезона 2022 поговорим во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Давича» и мы продолжаем. Авиакомпания «Ишавиа» возобновляет полеты из Кирова в Анапу. Об этом сообщает руководство аэропорта Победилова. Представители местной воздушной гавани рассказали об изменениях в летнем расписании. Ранее в авиакомпании «Победа» заявляли, что «Ишавиа» организует этим летом ежедневные рейсы в Сочи. Что касается Анапы, «Ишавиа» возобновляет полеты из Кирова в Анапу и обратно. Улететь в курортный город кировчане смогут вперед с 9 июня по 15 сентября. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по четвергам. Вылет из Анапы в Киров утром из областного центра на Черноморский курорт можно будет улететь в полдень. Для полетов «Ишавиа» используют самолеты «Боинг-737». Время в пути составит 2 часа 55 минут. Если вы планируете улететь в этом году чуть подальше, туда, где тепло и солнечно, в Турцию, например, готовьтесь. Отдых там может подорожать на 50%. Об этом заявляют эксперты Ассоциации туроператоров России. Причина – пандемия и закрытая для россиян Европа. А еще рост цен на составляющую отдыха. Чего ждать туристам в этом году и стоит ли сейчас покупать путевки? У экспертов поинтересовалась Наталья Бакерина. Ценник на Турцию в этом году может неприятно удивить, прогнозируют эксперты туриндустрии. И заявляют, летний отдых может выйти дороже аж на 50%. Сейчас туроператоры предлагают скидки по акциям раннего бронирования, хотя отели уже повысили цены. Сейчас идет раннее бронирование. Сказать, что цены сильно отличаются от прошлогодних. Но я бы сказала, что да, они выше, но не на 50%. Может быть, процентов на 10, подороже, 20, в зависимости от отеля. Но и, как правило, все равно всегда, допустим, если это брать не самые дорогие месяцы июля-август, то есть в мае бывают скидки, в начале июня тоже бывают скидки. В конце марта цены вновь начнут расти и к лету поднимутся на 25-50%. В зависимости от курорта и отеля по сравнению с теми, что предлагают сейчас, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Сейчас по акциям раннего бронирования путевку в Турцию на 10 ночей в июне в трехзвездочные отели можно купить от 60 тысяч рублей на двоих. В четырехзвездочные от 63 тысяч в пятерке от 88. Поэтому, если и думать об отдыхе в Турции, то покупать путевки туда эксперты советуют сейчас. Кстати, в топе дорожающих направлений Кипр и Греция. Произошла серьезная девальвация турецкой лиры, и это привело к постепенному росту цен. А когда мы говорим о росте цен в контексте туризма, то дополнительным обстоятельством, кроме того, что там выросла себестоимость топлива, всех комплектующих, продуктов и так далее, снимаются ковидные ограничения в Германии, Великобритании. Туристы из этих стран с большой долей вероятности тоже, что называется, ринутся на средиземноморские курорты Турции. Если не в Турцию или Грецию, то куда альтернатива наш юг, говорят федеральные эксперты. Но представители кировского турбизнеса не согласны. Это не альтернатива. И даже программа кэшбэка здесь не в помощь. Ждать выгодных предложений по Черноморскому побережью этим летом не стоит. Возможно, ситуация с пандемией в мире изменится. Тогда и вариантов для отдыха будет больше. Его коллеги, друзья, решили вместе собраться и поговорить о творчестве и заслугах Альберта Анатольевича. Вечер памяти Альберта Лиханова детский хор открыл не просто так. Альберт Анатольевич много лет писал книги именно для детей. Про детей, которые чуть не лишились своего детства в военное время. Про подростков, которым пришлось рано повзрослеть в послевоенные годы. Эти книги будут актуальны всегда. Это действительно русский писатель, который рассказывал очень проникновенно о детстве. А рассказывать о детстве, наверное, необычайно сложно. Потому что в то время, когда в каждом человеке формируется его будущее. То, что вложено семьей, окружением, родственниками, такими выросли ты вот здесь, наверное, было и предназначением Альберта Анатольевича. Альберт Лиханов был защитником детей не только на страницах своих книг, но и в жизни. Основал Российский детский фонд и долгие годы был его председателем. По его инициативе открывались реабилитационные центры для детей. Не только знак уважения, но и знак того, что на его роде помнит Альберта Анатольевича, что его искренне любят и с большим уважением относится к тому делу, которому он посвятил всю свою жизнь. Почтить память Альберта Лиханова в библиотеке имени Герцена собрались его коллеги по цеху. Друзья и неравнодушные кировчане. Он был общественным деятелем и почетным жителем Кировской области. Пока будет детство и книги будут востребованы, он же писал, нашел свою нишу подростки, военной поры, сироты и так далее. Это, собственно, таких писателей, которые пишут на эту тему, не так уж и много. Так что будут читать. Альберт Лиханов скончался 25 декабря прошлого года в возрасте 86 лет. Следить за новостями можно также в наших социальных сетях. А если у вас есть новости, присылайте их нам, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работала Надежда Ведерникова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok